Всем здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь андроид-разработчиком компании Rosberry. Разрабатываю под Android уже 7 лет, а в Rosberry 6 лет. Работаю с 2014 года, мы в Rosberry занимаемся разработкой мобильных приложений. Ну и вот мы недавно разрабатывали видеоредактор на Android, и сегодня расскажу об опыте разработки этого видеоредактора, что мы могли сделать лучше, что мы могли сделать хуже, и в целом поделюсь своим опытом. Сейчас, секунду, вот у нас тут есть структура доклада, тут все зависло. Содержание будет таково, что я расскажу, в первую очередь, о приложении, как оно было реализовано, как реализовано выявление фильтров и эффектов, основная фича приложения. Самое главное, будет рассказано о рендеринге видео, что из себя представляет рендеринг, какие мы использовали технологии для этого, и что мы сделали вообще в плане рендеринга видео. Потом расскажу о полученных результатах, и мой финальный вопрос будет о том, можно ли это улучшить, как это вообще можно улучшить, и можно ли улучшить это в принципе вообще. Следующий слайд. Это приложение, которое мы разрабатывали, называется Film. Оно имеет как iOS-версию, так и Android-версию. Оно является очень популярным. Даже на Android у него больше 100 тысяч скачиваний. В нем можно редактировать свое видео, добавлять на него всякие фильтры, эффекты, фреймы, и в основном оно позиционируется на рендеринг коротких видео, которые можно потом шарить, например, в Instagram или в любую другую соцсеть. Также Film было зафичерено на Apple. Очень популярное приложение. И наша задача была разработать Android-версию приложения Film, потому что уже была первая фаза реализована на iOS, и мы дальше разрабатывали этот порт на Android. Также оно имеет стандартные фичи для приложения видеоредактора. Это можно изменить размер видео, продолжительность, изменить аспект текущего видео. Ну и в конце концов можно рендерить, потом делиться с родственниками, с друзьями, если есть. Со всеми можно поделиться собственным видео. Дальше я расскажу о фильтрах и эффектах. Это основная фича приложения. Можно добавлять различные фильтры. Это как локап таблицы. Будет на видео представлено, что это такое. То есть это локап таблицы, которые можно... Представляется, вот такую в UALT, незнаком с работой в OpenGL с фильтрами. Можно сказать, что это такое накладывание цветов поверх видео, чтобы цвета в видео преобразовывались или изменялись. Также это представляет собой стандартные еще изменения в OpenGL для всяких функций для изменения яркости, либо контраста видео. Также можно представить видеоэффекты. То есть это может быть как представлено как видеофайлом, так и последовательностью картинок PNG, которые потом накладываются с определенным фреймрейтом. И вот это тоже рендерится и можно накладывать. То есть это можно между собой еще комбинировать. И к тому же все это можно вместе собрать и потом получить вообще супер-видео. Также последняя фича – это фреймы. Она уже реализовывалась в апдейте приложения, то есть изначально их не было. А это рамки, положенные сверху видео. Я вам расскажу сейчас, покажу, как они выглядят. Вот примерно, что в них есть ватермарка. Они могут множить видео, взять его отображение и всячески преобразовывать его. Ну и в последующем там можно изменить текст. Текст также двигается всячески по определенным траекториям и меняется. Ну и все картинки, все видео представлены в виде картинок. Последности картинок. Для нас была задача в первую очередь реализовать это для OpenGL в Android, потому что, чтобы пользователь видел, что он редактирует, и Workspace, на котором все изменялось, мы реализовали при помощи OpenGL ES. То есть в Android есть только OpenGL ES. Это урезанная версия обычного OpenGL. Благодаря ему мы работали. То есть GL Surface View – это стандартный класс в Android, который мы преобразовали, мы наследовались от него. И благодаря этому классу мы реализовали собственное полотно, в котором отображали само исходное видео. Поверх него могли отобразить другое видео. Ну и также куча различных текстур с разными фреймами, либо с фильтрами, либо с аджастентами. Ну и также мы использовали GL Renderer. То есть он наследовался тоже от класса Renderer, который стоит в GL Surface View. В нем используется. Ну и мы также его преобразовали, чтобы можно было для наших нужд. Также мы выбирали очень долго, между тем, какой плеер использовать в Android. Потому что есть стандартный медиаплеер, который мы используем для проигрывания видео или аудиофайлов. Также есть экзоплеер. Это уже библиотека, в которой то же самое реализовано, но оно лучше и в принципе удобнее и стабильнее работает. Но мы решили использовать медиаплеер, потому что в нашем приложении есть такая функция, как поиск по видео, то есть подвигация. Я сейчас вам покажу. Вот таймлайн, который можно двигать рукой, пальцем. И при движении этого таймлайна также меняется текущий кадр видео. И данная функция очень плохо работала в экзоплеере. То есть у нас перед глазами всегда была сборка с iOS-версией приложения Film. И там все работало очень быстро, и мы хотели достичь примерно такого же уровня. Но, к сожалению, в экзоплеере это работает очень медленно. В медиаплеере лучше, но при этом не везде хорошо. То есть на топовых девайсах, условных андроидовских, это работает нормально. Можно смотреть, можно наблюдать. И в целом не так болят глаза. Но на старых девайсах, либо слабых девайсах, это работает так же плохо, как и на экзоплеере. Но мы выбрали медиаплеер, потом столкнулись с кучей проблем, о которых я немного скажу чуть позже. Ну и самое главное твиче наше приложение – это рендеринг видео. Что из себя представляет рендеринг? Как мы можем это работать? То есть у нас есть три компонента. Я объединил метеокодек и медиарекордер в один, но это два разных компонента для рендеринга финального видео. То есть мы берем нашу GL Surface U, на котором все отрисовано, и это потом пишем в файл. Но, к сожалению, я сейчас покажу вам плюсы и минусы данного подхода. Мы выбрали между ffmpeg и OpenGL. То есть мы изначально реализовали ffmpeg-приложение, то есть мы добавили его не в виде исходников, а какую-то библиотеку добавили с поддержкой ffmpeg. То есть, если кто не знает, ffmpeg – это набор библиотек для работы с видео- либо аудиофайлами, они собираются под каждую платформу, то есть для Linux, для Android, для iOS и для любой другой платформы. Собирается свой ffmpeg. Ну и нам пришлось также собирать ffmpeg. В дальнейшем я об этом расскажу. Ну и мы могли его использовать, как уже использовали приложение, поэтому у нас был небольшой опыт. Также у нас был готовый OpenGL-фильтр, которым мы могли как-то переиспользовать этот код, шейвер, так сказать, и вообще всячески с ним работать. Мы решили выбрать ffmpeg. Сейчас расскажу почему. Почему? Потому что в нем большой набор возможностей из коробки. Например, пользователь может залить видео, которое является 4К, и это 4К-видео впоследствии девайс не сможет срендерить. Вообще, в принципе, ну, Android мы просто зависим. И мы это решили тем, что у нас любое видео скейлится перед тем, как до Full HD, перед тем, как будет рендерено. И это возможно было сделать в одной командой в ffmpeg, поэтому это было очень здорово. Ну и самый главный плюс, который есть у ffmpeg, это одинаковый результат на всех устройствах, то есть он гарантирован, и мы можем не быть беспокоены, что там, допустим, на всяких пикселях и Samsung все работает хорошо, рендерилось нормально, но при этом на каком-нибудь там Xiaomi у нас есть проблема с отображением, что у нас там неправильно все рендерится, и все работает не так, как мы хотим. Это было важным условием для дальнейшей работы над рендерингом. Ну и поддержка различных форматов видео, то есть можно кучу форматов видео различных иметь, и все они будут поддерживаемы ffmpeg, по крайней мере большинство. И комбинирование различных фильтров, то есть там помимо того, что надо было добавить собственный фильтр OpenGL, или там скейл сделать, нам нужно было еще расставить правильный кейтфрейм, расставить, уменьшить частоту кадров, фпс поставить, либо там можно было обрезать видео на два видео, как у нас был функционал, что можно было рендерить целиком видео, так и видео, разделенное на 15-секундные интервалы. То есть это можно было сделать через ffmpeg прямо просто командой. Но также есть минусы, большие причем в ffmpeg, то есть это отсутствие hardware acceleration, несмотря на то, что они внутри себя заявляют о том, что поддерживают медиакодек андроидовский, но при этом вся отрисовка, которая есть, она происходит на CPU, и это очень плохо, потому что у нас, во-первых, очень долго, очень долгое время занимает, потому что это сложнее попираться, ну и плюсы жрет батарея еще очень сильно, это тоже неприятный аспект, но тем не менее. И также увеличить размеры APK, то есть исходный наш файл ffmpeg, то есть мы собираем подвергнутые процессорные, они в итоге заняли в районе 22 гигабайт, это достаточно много, но тем не менее, конечно, не супер много, но тем не менее, достаточно много, чтобы беспокоиться о том, что мы можем не залить, не ложиться в 100 мегабайт сборки для андроида, потому что у нас там помимо непосредственно ffmpeg были также другие библиотеки, но и, самое главное, куча различных ассетов, там видео или png файлы. Также вот медиакодик и медиарекордер, я объединил это в одно, я уже говорил об этом, что главное их преимущество заключается в том, что они поддерживают hardware deterioration, то есть аппаратное ускорение, все там нормально работает, но не везде, и это главная проблема, что не все производители девайсов гарантируют, что все будет отработано нормально, и это достаточно сильный минус, потому что, я перепутал, что у нас, мы не можем гарантировать, у нас нет всех девайсов в Raspberry, хотя их достаточно много у нас в компании девайсов, но мы не можем иметь все девайсы, чтобы все видео, которые возможно, проверить на всех девайсах, чтобы быть точно уверенными, что у нас все будет нормально. Но и при этом еще это может быть реализовано по-разному, на разных девайсах, и как это фиксить по столам тоже неизвестно. Работать из коробки это тоже большой плюс, он является тем, что не надо добавлять 20-мегабайтные какие-то классы или там библиотеки, чтобы это работало, все это есть из коробки. Но, к сожалению, плотно я этим не занимался, потому что у нас не было бесконечного времени, и я только читал о медиакодеке, то, что саму реализацию не пробовал, они есть, я читал в общем-то описание людей, которые работали с медиакодеком и медиарекордером, и отзывы в основном были негативными, поэтому наш выбор мы остановили на FFMPEG плюс OpenGL, ну и удовольствие, потому что это третий аспект, без которого невозможно собрать нормальное видео. В общем, мы использовали FFMPEG и OpenGL вместе. Главный момент, что FFMPEG и OpenGL, они идут параллельно друг другу, то есть они не являются смежными, они не работают вместе, внутри FFMPEG заранее нет OpenGL, никакой работы, ну и, соответственно, необходимо было добавить свой кастомный фильтр, который работал бы с OpenGL, отрисовывал бы все и выплевывал бы в конце нам прекрасное видео. Ну и такой был план действий, то есть изначально нужно было просто интегрировать OpenGL фильтр, это надо было, необходимо было реализовать кастомный фильтр для FFMPEG, там была проблема в том, что он написан, что C фильтры пишутся на C, на C я в последний раз писал на курсе, на первом курсе, в тетрадке, на лекции, поэтому для меня тоже была большая проблема, плюс там особое устройство, надо было соблюдать определенные каноны и вообще много изучить для того, чтобы можно получать кастомный фильтр, это нетривиальная задача. Мы нашли исходники OpenGL фильтра, как образец в каком-то GitHub репозитории, с тем, что там простой OpenGL фильтр, то есть там то ли просто видео друг на друга наложено было, то ли какой-то планный переход там был, и он был реализован для обычного десктопного OpenGL, то есть не для OpenGL ES, и нам необходимо было его портировать на Android, потому что там надо было, помимо зависимости непосредственных, поменять еще и немного в коде, в самом шейдере, плюс и сам код работы с OpenGL тоже изменен был. И также нам нужно было перенести всю нашу огромную реализацию OpenGL, которая была сделана в приложении Film, перенести то из приложения, которое у нас есть уже готовое и работает хорошо, все в FFMP, то есть вот этот кастомный фильтр. Это тривиальная тоже задача, потому что объем там был очень большой, кода, и текстур там у нас рисовалось, допустим, максимально 9 текстур за раз, и это тоже, кстати, весьма интересный момент, потому что не все девайсы, особенно, ну, естественно, слабые девайсы, хорошо могут рисовать 9 текстур за раз, то есть они когда используются, они начинают тормозить там, и очень сложно с ними работать. Ну и в конце концов, после того, как мы добавили уже OpenGL-фильтр наше приложение в FFMP, собрали этот FFMP, мы его добавляем в наше приложение, многократно проверяем на разных устройствах, что все работает. Во-первых, у нас была проблема с тем, чтобы собрать сам FFMP в принципе для работы на андроиде, потому что я изучил много статей, и до этого у меня не было опыта работы с FFMP такого. Приходилось изучить много статей и попробовал много различных способов, но, к сожалению, ничего удачного не получилось, потому что помимо FFMP нужно было добавлять отдельные библиотеки, которые нужно было тоже собирать для андроида. И в конце концов там мы потом уже нашли специальный репозиторий, ссылки на которые я оставлю в конце доклада, который собирает FFMP для андроида, для iOS и для tvOS еще. И в целом там очень хорошая документация, и оунар репозитория хорошо идет на контакт, и отвечает на все вопросы, которые там есть. У него куча всяких звезд. Странно, что мы раньше его не заметили, но после того, как мы обнаружили этот репозиторий, мы уже смогли спокойно собрать FFMP просто для андроида. Добавить в приложение OpenGL Filter, это реализован так же, как и любое добавление фильтра кастомного в FFMP, там ничего сложного нет, там все это написано в документации, но наш фильтр имел огромное количество параметров, потому что есть огромное количество настройок у каждой текстуры, у каждого видео, которое накладывается отдельная настройка, и это тоже необходимо было учитывать, и параметров команды очень много. В консеркциях нужно было проверять на разных устройствах, то есть устройств бывает много, а формат видео еще больше, и разная длительность может быть у видео, как это все работает, необходимо было тоже проверить, что действительно, как и заявлено, в FFMP работает все стабильно, одинаково на всех девайсах. Ну и проблема, с которой мы столкнулись, в первую очередь, это то, что время сборки FFMP это больше 6 минут, ну 6-7 минут, и это необходимо было делать каждый раз, когда ты относишь изменения в какой-то OpenGL фильтр. К сожалению, мне не удалось так найти способа, чтобы изменения в коде OpenGL фильтра сразу можно было применять в FFMP, чтобы сразу можно просто добавить этот файл IIR, который мы использовали для нашего приложения, исходники FFMP, добавить его в проект сразу, и можно было использовать. К сожалению, придется каждый раз пересобирать FFMP. Процесс достаточно сложный, долгий и не очень интересный, потому что ты не знаешь, что делать. Также там есть проблемы были в отладке, то есть ты можешь не заметить, например, какую-то проблему в шейдере, какую-то там неправильно поставил запятую, где-нибудь, либо там не указал точность, как бывает иногда. Например, у нас девайсы Samsung, они очень чувствительные были, оказывается, к точности, и вообще к любым ошибкам в шейдере, потому что, допустим, на пиксели все работает нормально, а потом берешь, например, девайс Samsung S10, открываешь в нем ту же самую сборку, и оказывается, что ничего там не работает, и вообще крашится приложение. Это неприятный аспект, но если где-то буду я когда-либо еще смотреть, как работает OpenGL в Android, то я буду использовать девайс Samsung, любой, например, S10, хороший, чтобы точно проверить, что все работает действительно нормально, что я не ошибся где-то в написании шейдера и так далее. Отладка еще была, был такой момент, что, по-моему, ладно, там в шейдере проблема, ладно, там ошибки, которые можно выяснить в тентапе компиляции, еще есть ошибки, которые можно сделать в коде в принципе, логически, например, ошибку в OpenGL допустить, в коде OpenGL, и это уже очень сложно было ловить, потому что когда произникает ошибка на девайсе, на андроиде, мы можем увидеть только то, что произошел краш, какой-то код ошибки, что-либо, чтобы нам помогло как-то узнать, почему это произошло, это было большой проблемой. То есть там бывает четыре вида ошибок, то есть ошибка компиляции, ошибка в шейдере, ошибка в фильтре FFMP, то есть как мы его сделали, неправильно там параметр указали, либо что-нибудь еще, ну и сама ошибка логическая уже в самом фильтре. И вот ошибку в фильтре ловить было тяжелее всего, потому что бывает так, что у нас прогоняется несколько кадров уже, и потом уже красится приложение, и тут очень сложно было понять, в чем проблема, потому что приходилось там, у нас этот фильтр в итоге занимает там около двух тысяч строк кода, и приходилось там в особо интересных моментах добавлять там, писать после каждой строчки кода, непосредственно добавлять логи какие-то, чтобы проверять, что хотя бы сюда дошла программа, выполнение программы, дошло до этого момента, чтобы понять хотя бы, на какой строчке крашится. Ну и также там ловить ошибки приходилось постоянно там GL error, кто знает, тоже весьма сложная ситуация. И в общем-то все. То есть также была проблема с производительностью, она присутствует и сейчас, что ладно, еще на топовых девайсах работает нормально, сносно, но на слабых девайсах работает вообще не очень. Например, у нас был еще момент, что я поменял в GL фильтре, в этом, который я использовал, поменял RGB на RGB, и внезапно стало хорошо, ну там еще были некоторые изменения, но глобально это было именно это. Еще там была проблема, что на китайских девайсах стало работать быстрее, гораздо там в 5-6 раз улучшение было, но на Samsung стало работать хуже, и этот момент, который я до сих пор не понял, там в конце я предоставлю репозиторий, в котором я реализован этот фильтр OpenGL для Android, и там тоже написано в описании, с чем столкнулись, какие там проблемы сейчас есть. Ну и отрисовка на CPU, естественно, это медленнее все происходит, и в целом ожидание очень сложное, очень долгое. Фреймы тоже являлись проблемой, потому что фреймы появились в второй части приложения, второй стадии апдейта, и мы изначально не планировали как-то это, чтобы код был как-то масштабируемый для того, чтобы добавлять фреймы, приходилось там очень много менять, и самое главное, ладно, там еще OpenGL, часть поменяли, которая в приложении, это нормально, но когда пришлось менять OpenGL, часть в нашем кастомном фильтре для FFMPEG, тут уже были серьезные проблемы, потому что фреймы все разные, у них могут быть даже разные фреймы для разных аспектов, там их огромное количество, и там приходилось очень много работать с тем, чтобы все это работало нормально, потому что там уже помимо одного прогона по фрейму как-то, то есть берем фрейм, рисуем на него все наши фильтры и эффекты, пришлось еще прессовать фрейму к другой итерации, то есть у нас удвоилось, 9 раз стало отрисовки различных компонентов на текстуре. Ну и последняя проблема это была отрисовка текста, мы изначально хотели отрисовать просто текст в виде, так сказать, поставить себе битмап, которые бы отображались потом в приложении, накладывались бы поверх нашего видео и все было бы нормально, но там если видео допустим длится не знаю минуту, то количество этих битмап было просто огромное и нам не подходил такой вариант, пришлось потом использовать отрисовку уже текста, которая и реализована в fmpeg, то есть надо было добавить туда дополнительные библиотеки различные, ну и в целом этим заняться, очень долго приходилось над этим работать, потому что статичный текст в fmpeg это рисовать достаточно просто, но отрисовать текст, который еще практически сдвинут по разным осям, при этом он еще у нас по определенным алгоритмам двигается немного, дрожит, так сказать, и еще на котором нарисован текст, цвет у которого другой и еще у него есть тень, это оказалось очень сложно реализуемо в рамках ffmpeg, пришлось очень долго искать, как это сделать, но в целом справились и выглядит как нужно, то есть по итогу мы должны были получить такой результат, что у нас как выглядит в приложении наше видео сейчас, в данный момент, так оно при рендеринге должно было выглядеть потом, это была главная проблема, чтобы сделать все это хорошо, ну и вкратце результаты, которые мы имеем, это то, что у нас все работает, действительно все работает, и openjl сам фильтр, который есть в ffmpeg, он работает и достаточно стабильно, и также workspace, который мы использовали с саму реализационной jl surface view, она тоже работает, пусть не совсем там, иногда может быть подлагивает на старых девайсах, но это ладно, ничего страшного, но главная проблема, которая сейчас есть, она присутствует в приложении, это медленный рендеринг, то есть он занимает приличное время, допустим, не знаю, я не буду предвозить какие-то примеры, сколько времени он занимает, но ожидание очень долгое, и на разных девайсах оно по-разному работает, еще зависит от процессора, устройства, как это будет работать, и мой финальный вопрос, уже исходя от этого, можно ли как-то это ускорить, может быть кто-то сталкивался с рендерингом видео в приложении, именно с OpenGL, и являются ли какие-то, там есть какие-то супер секреты, которые мы не знаем, которые можно использовать, допустим, как если кто-то использовал MediaCodec, или MediaRecorder, для рендеринга механизмного видеофайла, есть ли какие-то там секреты, и может это действительно достаточно просто, и мы зря отбросили этот вариант на это пересече. В целом, дальше идут мои ссылки, то есть первая ссылка это приложение Hilly на андроиде, можно по ней перейти, посмотреть, скачать, будет очень полезно посмотреть, так что я буду очень рад. Также в OpenGL фильтрности с FFAPEC это на GitHub репозиторий, который я реализовал, там можно посмотреть, как это реализовано, в принципе, узнать, как это выглядит наш фильтр. Mobile FFAPEC это та самая библиотека, о которой я говорил, она используется для того, чтобы собирать FFAPEC для андроида и для iOS, там есть свои секреты, тоже свои особенности, которые надо изучить, потому что можно собрать просто FFAPEC, можно собрать FFAPEC, плюс кучу разных библиотек, которые для FFAPEC написали. И это тоже весьма интересное задание. Также и в последнем мастерстве, например, использование шейдеров по экзоплеере, но тут не важно, экзоплеер это или медиаплеер, главное, что там есть пример использования шейдеров, мы на нем основывались, но там, естественно, было очень много преобразований, но основную идею можно понять уже по этому репозиторию, как там вообще это работает и что нужно сделать для того, чтобы у нас работали шейдеры, нормально трясовывались всякие опыты или эффекты в нашем андроид-приложении на видео, ну и также и email, и Telegram. В целом это все, хочу сказать спасибо за внимание, спасибо. У кого-нибудь возникли вопросы сначала к докладу, который представил Евгений? У меня есть вопросы. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Евгений. Возможно, они помогут ответить на вопрос, который вы задавали в слайдах. Первый, есть ли на андроиде, ты говорил, что фильм работает с видео только в Full HD, да? Есть ли на андроиде, или нет? В смысле, что результат на выходе будет в Full HD? Да. Вот есть ли на андроиде в принципе приложения, которые работают с 4К, которые тебе адекватно отрендерить в 4К могут? Ну, неважно, какие там эффекты могут быть в принципе на выходе, есть такое или нет? Ну, мы очень много изначально искали, как это все работает в андроиде, кучу разных приложений посмотрели, которые, но ничего похожего даже на фильм текущий мы не находили, чтобы можно было как-то поделиться опытом или посмотреть, как у них работает. И 4К видео, чтобы их рендерить, можно было даже вот Live Chronicle тоже не рендерить 4К видео, потому что, ну, даже сильные девайсы, топовые девайсы, они не справляются с этим, они могут, допустим, некоторое время рендерить, рендерить, а потом внезапно прервать исполнение программы и все, ничего дальше не происходит. Так что, я не находил никаких примеров, чтобы можно было 4К видео проверить. Окей. А вот стандартное фотоприложение, наверняка же такое на андроиде есть, и на телефон ты можешь снимать 4К, оно тебе его позволяет редактировать, ну, так хотя бы подрезать и потом, чтобы это оставалось по-прежнему 4К. Оно что-то довольно простое системное использует, потому что там, ну, видимо, редактирование не такое там профессиональное, да, что он, видимо, что-то чуть-чуть только тюнит и все, или там какие-нибудь фильтры тоже, наверное, можно наложить. Я имею в виду стандартное прям андроидовское приложение, фотос. Да, да, там можно, но, насколько я понимаю, там медиакодек используется, но, к сожалению, у меня нет исходников, как у них все это работает, и вот именно, именно примеры медиакодека, медиарекордеры, скорее всего, они используют именно его, как-то работают с ним. Я не смог найти нормальный пример, и те отзывы, которые я получил о том, когда все работало в андроиде, они лишь отпугнули от того, чтобы это вообще использовать как-либо. Это выгоним. Окей, спасибо. Не совсем, наверное, аналоги, но есть приложения, которые тоже работают с видео, тот же мой любимый TikTok. И можно ли как-то в андроиде посмотреть, какие, допустим, хотя бы зависимости используются внутри приложения? Понятно, что до исходников ты не доберешься, но хотя бы, как у них там примерно внутри все устроено. Ну, хотя бы в iOS, допустим, можно скачать бандл приложения и посмотреть, хотя бы там зависимости какие-то есть, может быть, на что-то наведет. Вот можно ли такое сделать в андроиде и делали ли вы такой ресерч? Ну, такой ресерч мы еще не делали в плане TikTok именно, но точно мы когда-то искали ПК-файлы, то есть они в основном все лежат, все эти ПК-файлы, которые есть в популярном приложении, их можно найти в другом месте, и их можно реверснуть, посмотреть, как они выглядят, что у них внутри, но в основном они все опусцированы, и так прямо четко не доберешься до того, что там они используют, но, думаю, что каким-то образом это можно посмотреть на некоторых приложениях, которые не были опусцированы достаточно хорошо, либо там что-то забыли о них брать. Это можно посмотреть, думаю, что какие-то классы точно можно узнать. Окей, спасибо. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? У кого есть ответ на вопрос главный, который задал Евгений? Возможно, есть какие-то предложения или хотя бы мысли? У меня есть предложение, только iOS-версию поддерживать, она хорошо работает. Так сейчас и делается, на самом деле. Хорошее решение. А подождите, а вот на Android есть какие-нибудь, ну вот, например, приложение YouTube? Там же неплохо Erlendrix, да? В большом разрешении, без особых тормозов. То есть это, почему происходит? Это аппаратно ведь делается? Ну, я имею в виду, рендеринг именно в файл, то есть не рендеринг на самом плеере, это нормальный рендеринг в Android, то есть там, допустим, некоторые девайсы, у нас не поддерживают даже 2K-видео Android-девайсы, они просто закрасывают, то есть попробуют с них воспроизвести какие-нибудь 2K-видео. Но сам рендеринг 4K-видео, он работает нормально в Android. Если девайс сможет снимать 4K-видео, то он их точно сможет воспроизвести. Проблема именно рендеринга уже в файл, чтобы можно было это получить как это в виде исходного файла. И в этом уже была проблема, что там надо было, помимо того, чтобы просто прогнать этот кадр, видео, еще на него наложить кучу разных фильтров. И вот из-за этого была проблема, что не все девайсы справляются и просто крашутся приложение. По поводу YouTube могу еще сказать, что большие видео, они в любом случае рендерятся где-то в облаке. То есть там все равно, ну, аппаратно это точно там не решается в приложении YouTube. Как пример, опять же, нативное приложение Google Photo, если тебе нужно какое-нибудь видео оттримить, если оно там 4K, оно это делает, то есть можешь там обрезать видос, но рендерится он будет довольно долго. Там даже, ну, я, допустим, там Full HD видео, как правило, обрезаю, какой-нибудь минутный ролик, ты хочешь там немножко отрезать начало и конец, ты это сделал, а рендерится, ну, это, собственно, ту же самую минуту. Все равно происходит довольно медленно, даже таким внутренним средством. То есть, как вариант, заливать видео в облако, чтобы там рендерилось, потом уже мы скачивали. Такой вот можно сделать еще вариант. Такой тоже был момент, что мы так полагали, можно так и сделать, но, конечно же, видео может быть несколько гигабайт весить там и заливать это в облако, потом тут скачивать будет, наверное, даже дольше, чем просто его отрендерить на Android девайсе. основные трумоза происходили именно в наложении вот этих фильтров, да? То есть, именно узкое место это ЦПУ. Точно известно. Да-да, ну что у нас FFMP, который мы использовали для рендеринга, он не может рендерить через CPU, по крайней мере, нет такой возможности, судя по тому, что там было написано в описании. И он все делает на CPU, и это вот прям большая проблема, потому что это не совсем CPU-задача, и из-за этого очень долгое время занимает в итоге. Да, выглядит как будто, вот знаешь, такая неизбежность, фатальная неизбежность, либо наращивать мощность ЦПУ, либо, да, как-то провалилить. Да. Ну, трудно, трудно сказать, что тут можно сделать. У меня еще небольшая идейка, больше такая UX-ная. В момент, когда видос рендерится, у вас показывается просто полоска, да, и больше на экране ничего нет, пользователь сидит, ждет, скучает. Примерно так, да. Можно в этот момент ему что-то красивое, интерактивное показывать, те же туториалы, возможно, какая-то статья или пару слайдов хотя бы, чтобы он хотя бы на полминутки на что-то отвлекся, что-то интересное почитал, и потом, хоп, даже не заметил, как в него видос в библиотеке появился. Вот кто-то и... Там он сейчас покажет поиграть. Реклама показывает. Ну, реклама, наверное, не самая интересная. Так, ребята, не помню, кто рассказывал про оптимизацию запуска приложений, что на состарте приложения, пока у тебя ничего не появилось, они там всякие скелеты показывают, чтобы у пользователя хотя бы возникало предположение, что приложение что-то делает, что он что-то ему показывает, что это просто красивая анимация. Ну, а там всякие библиотеки на старте начинали подгружаться. Вот, возможно, что-то такое с точки зрения именно UI, UX можно добавить. Сейчас там показывается видео, то есть ты можешь смотреть на полоску, можешь посмотреть то видео, которое ты пытаешься зарендерить, да, можно какую-нибудь анимацию давать красивую, что-нибудь отвлекать пользователя. кнопку нажать, чтобы он жаловался. Можно даже нажимать кнопку, чтобы он думал, что из-за этого быстрее там рендерить, чем ускорить. Можно вопрос, я правильно поняла, что на Android только такая проблема на iOS, а на такой проблемы нет и все погружается быстро и все хорошо? Да, на iOS там, конечно, я не могу сказать про тут, кто действительно работает, но там все проще реализован вообще работы с видео и последующий рендеринг, поэтому вот там все работает гораздо быстрее и таких прям проблем. У них там все на металле делается, не на OpenJ, кроме того, сколько я знаю. И все это работает нормально. Вообще, работа с видео гораздо лучше сделана в iOS, чем в Android, и особенно если нужно получить результирующее видео в конце. Там нет таких проблем. Там даже не нужно было подключать FFMPEG, там все из коробки есть. Вот. Может, стоит просто подождать какой-то момент, когда на Android выйдет что-то подобное, что на iOS, которое так же быстро будет подгружать и рендерить эти видео? Ну, там проблема в том, что на iOS они все, собственно, знают, какие девайсы у них есть и что они из себя представляют. А на Android можно кучу разных девайсов с разными процессорами графическими и обычными и все такое. Поэтому что-то унифицированное сделать, наверное, невозможно. И приходится, вот я как уже говорил, что даже MediaCodec, MediaRecorder, они зависят именно от производителя девайса. То есть нет Android самого от того, как производитель девайса сделал себе эту функцию, реализовал поддержку аппаратных ускорений. Если его нет, то, соответственно, уже без возможности какой-либо ускориться, остается на этом девайсе просто такая медленная скорость низкая. И на Android пока я не представляю, как это вообще можно сделать уникально. То есть поэтому использовали FAMPAC, потому что у него гарантирован результат, что независимо от того, какой там производитель девайса, что там делал разработчик, все в конце будет одинаково на всех платформах. и вот это было главным плюсом, благодаря которому мы выбрали именно FAMPAC. Я рендеринг был отображением из них видео. Можно еще вопрос? А были ли какие-то другие, вот, другое какое-то устройство, на которое вы хотели, чтобы и под iOS, и под Android было это приложение? Вот ты сказал о том, что вы использовали FAMPAC. Да. А другое что-нибудь похожее было на это? Или только оно? Ну, наверное, нет, потому что тут, собственно, то, что FAMPAC это не для Android, в принципе, штука, это штука для работы с видео и аудио, она присутствует на всех платформах. И что-то похожее на FAMPAC, оно, конечно, есть, но FAMPAC, во-первых, там лицензия нормальная, что можно было использовать в своем приложении ее. А во-вторых, ну, в целом, наверное, ничего такого прямо на слуху, чтобы было, нет сейчас. Либо стандарт Android компонент использует, либо вот FAMPAC с каким-то кастомным фильтром, который мы использовали в текущем нашем приложении. Ничего такого не слышу, к сожалению. О, вот такая идея. А что, если отправлять на какой-нибудь сервер что-нибудь? Не знаю. сам видеофайл и информацию о фильтрах. Это рендерить на сервере и присылать асинхронно в фоне как-нибудь на клиента. Ну да, 4К это impossible, по-моему, да. 4К это получается где-то минута мегабайт 80. Ну да, там очень много. Ой, много. Использовать в облаке все это возможно. То есть, это как вариант наверное хорошее решение в плане того, что оно точно будет быстрее работать чем девайс на текущем и точно будет результат одинаковый для всех видео. Но тут, конечно, куча условностей о том, как в какой момент передавать этот файл. Можно ему передавать начинать, когда пользователь только открыл это видео, еще ничего не редактировал. То есть, можно сам файл по крайней мере загрузить и потом уже потом добавлять какие-то всякие разного рода видеоэффекты к нему и подгружать уже дополнительно на сервер. И потом уже сервер сам с этим работает. Ну, как вариант можно что-то такое придумать. Найти бы еще сервер, который бы все это делал заранее. Нет, достоверно известно, что так работает Инстаграм. То есть, когда ты какой-то видос тоже публикуешь. Это естественно, там речь идет о 4К, там в целом как бы работа с видео. Ты накладываешь всякие разные фильтры, они клевые, прикольные, все хорошо, но это никогда не применяется, не рендерится локально. Это все. Ты отправляешь видос, отправляешь собственно фильтр, который ты выбрал и ждешь, пока видос туда загрузится, а потом ждешь, пока сервер это дело разместит в твоей ленте. Такой вариант, он на самом деле прикольный, но здесь сразу накладываются ограничения, что ты не можешь применить какие-то изменения к своему видосу без интернета, там в офлайне, допустим, если у тебя плохой интернет, а ты хочешь просто посидеть, поредактировать видосик, сохранить все в галерее, потом когда-нибудь опубликовать, этого ты не сможешь сделать, если ты все отправляешь в облако. То есть тебе в любом случае нужен доступ к интернету, чтобы взять этот видос и отправить и получить уже результат. Это такое основное ограничение. Если, допустим, техническое задание подразумевает, что какую-то работу именно в офлайне, то такой вариант не применен. Но в целом это, наверное, самое оптимальное именно в случае с андроидом в свое время, когда выходили всякие приложения типа MeToo, там как-то так назывались, там где всякие очень такая нейронная обработка изображений, видео какая-то, там это работало именно таким образом. Ты не мог без интернета какую-то фотографию, там видос отправить на обработку, чтобы ты нейронка все это дело обработала, ну и тебе потом вернула результат. Там обязательно нужен был интернет. Ну, в целом, конечно, схема рабочая, очень многие приложения так работают. Но это накладывает конкретные ограничения именно на UX. Да, согласен. Кажется, вопрос остается еще открытым, да? Да. В основном, решения-то хорошие, они нормальные, то есть их можно как-то с ними взять в работу и их как-то использовать, чтобы сделать это максимально удобно и для пользователя, и для разработчика, чтобы все это ускорилось. Как решение как в облаке, наверное, самое такое логичное, чтобы можно было в облаке рендерить где-нибудь и потом уже пользователя заливать. Пусть и там интернета нет сейчас, но в основном сейчас все девайсы, которые возможны, они все уже подключены к интернету в основное время. И там если ты находишься где-нибудь в лесу, то, конечно, вряд ли захочешь рендерить видео. Такой вот кейс. Вообще иногда возникает такое желание, когда ты, например, куда-нибудь удаляешься отдыхать, и ты такой, сейчас запили видосик, но нет интернета и не можешь его запустить. Вот. Грустно. Ну, ладно. Переживем как-нибудь этот момент. В целом вопрос, на самом деле, довольно старый. Ну, и все присутствующие здесь наверняка понимают, что, ну, почему на IOS это работает хорошо и быстро, потому что на IOS известна архитектура процессора, как графического, так и CPU, и там такие инструменты возможно реализовать, тот же самый металл, чтобы он работал на любом айфоне, гарантированно одинаково, ты получал быстрый результат на низком уровне, все это быстро рендерится, красиво, хорошо. А в андроиде у нас там просто бесконечный зоопарк, огромное количество производителей процессоров и графических, и обычных, и создать инструмент, который будет одинаково работать на всех этих архитектурах, ну, физически невозможно, потому что архитектура разная, и это все работает по-разному. Поэтому ждать, что на андроиде появится что-то такое же, ну, это, мне кажется, некая утопия, потому что все равно появляются новые процессоры, какие-то девайсов меньше не становится, и какой-то уникальность в этом плане добиться, ну, практически невозможно. Я думаю, универсальность и не уникальность. Грустная нота, на самом деле. Да, не было. В Huawei, например, там какой-нибудь Kirin, добавляют, которого нет нигде больше. Это для машинного обучения специальный процесс, процессор. Соответственно, ну, Huawei могут то, что не могут, никакие другие. Пока. Это уже еще одна проблема. Да, фрагментация в андроидах, конечно, это, я, я искренне жалею, андроид-разработчиков, которым приходится вот с этим зоопарком работать. То есть, мало того, что, ну, все девайсы разные, во-вторых, еще API андроида, ну, насколько я знаю, тоже недостаточно стандартизированное, я правильно понимаю? То есть, там для, то есть, я точно слышал, ну, и даже видел, что вот для большинства вот девайсов делается так-то, и дальше идет ИВ, там, девайс от Samsung, то делаем вот это. Вот, это меня тоже сильно расстраивает. кроме вот аппаратных ограничений еще, они, ну, просачиваются на более высокий уровень. Вот, печаль. Раньше, раньше точно такая была проблема, что где-то я вставлял, что если Samsung, то мы делали определенные действия, а если не Samsung, то что-то иное. Поэтому, это был такой момент. Ну, и сейчас мы тоже проверяем постоянно на то, что, допустим, у нас версия андроида находится не 21-й, там не 5-й андроид, не 6-й, и там тоже может быть разный код, допустим, для 11-го андроида и для 10-го, и по-разному работает. То есть, ну, в основном, конечно же, там обеспечивается обратная связь, там обратная поддержка, но иногда бывают моменты, когда ты должен себя реализовать, и приходится вот такие вот ИФы писать о том, что версия андроида не та, и надо будет для каждой версии андроида писать свой код. На некоторый момент это прям неприятно оказывается. Да, по-другому.